И как раз еще один момент, люди говорят на русском, это тоже тонкий момент, в Баку существует целая русскоязычная цивилизация, ну как бы и на азербайджанском говорим, и на русском. И в одно время, как бы, все перешли на азербайджанский, но все-таки вот эта русская наука, культура, она все-таки, есть мост, да, наш с Захаром. Как вы относитесь к говорению на русском языке? Ну, скажем так, я сам образование и школьное, и институтское, у меня все на русском. Ну, я, конечно, сторонник использования родного языка, но, опять-таки, если ваш канал, он имеет выход на международную аудиторию, то я не против, я только за, как раз попрактикую свой русский, который я уже начинаю забывать. Все отлично. Это как бы было вступление, разогреб. Так, мы сейчас здесь присутствуем на годах, год уникального события, где молодежь Баку смогла впервые в Азербайджане, в отличие... В отличие от вас, старых оппозиционеров, которые ничего не можете сделать, а вот эта молодежь, девочки, маленькие девочки и мальчики, они смогли остановить вот эту машину Левиафана, которую невозможно остановить. То есть они отвоевали вот это здание уникальное. Вот как вы к этому относитесь? Вообще, я вам скажу, это, скажем так, общемировой тренд, потому что, если ты хочешь чего-то добиться, тем более в условиях авторитарного государства, то есть там, где власть подавляет любые какие-то свободные начинания, то это нужно делать вне политического поля, вне политического спектра. И вот тот путь... И, естественно, это происходит и через творчество в большинстве случаев. Вот есть одна, один такой достаточно известный в определенных кругах режиссер, и Ара Ли, она была здесь с визитом, и, кстати, вот здесь она выступала, в прошлом ей выступала. Она режиссер. А куда она? Она кореянка, но она, если я не ошибаюсь, гражданка Бразилии. Тут такое, да, гражданин мира. Она вот именно занимается этой темой, то есть попытками изменения политического спектра в авторитарных странах, в диктаторских режимах, посредством культуры и искусства. Я, кстати, удивлен, что ты не был на показе ее фильма. Фильм был про Буркина-Фасой, есть такая африканская страна, там тоже был долгое время диктаторский режим. И вот она показывала, как вот эта безработная молодежь... Ну, у них не было вот таких условий, которые смогли выбить наши ребята здесь. То есть не было здания какого-то, они собирались там в полях, где-то в деревнях, в каких-то хижинах. Ну, вот они своим творчеством, своим перформансом внесли какое-то разнообразие, заставили власть считаться с ними. Ну, то же самое произошло здесь у нас год назад. Я, кстати, вот, раз уж его упомянули на оппозиционную стезю... Не, не вас, а вообще я взрослое поколение. Поколение, да. Я и вас, и себя, ну, как бы, вот все болтаем-болтаем, а вот они делали... Они сделали, да. Они, во-первых, выбрали правильный путь. Они выбрали правильный путь, и если вы помните, они первоначальной целью поставили не остаться здесь, а сохранить это здание. Благородное дело, да? И у них это получилось. Я даже первое время после того, как здание было вынесено в реестр исторических памятников, я, честно говоря, ожидал, что буквально через месяц, через два их попросят отсюда. Ну, вот видите, уже год прошел, ребята здесь, и я считаю, что они очень, как вам сказать, это хороший пример. Потому что в Азербайджане смена поколения идет очень быстро. У нас более, около 60% населения, это официально относится к молодежи до 35 лет. То есть это очень редкая такая демографическая ситуация. Например, вот если сравнивать с той же Японией, там точно сумма оборотов, там пенсионеры составляют большинство. У нас выше 60% населения – это молодежь. Опять-таки, молодежь, она делится, там есть кому 17, кому 20. То есть разница в 10-15 лет, она уже играет какую-то роль в мировоззрении. А здесь вот я вижу, все возрасты как бы объединены. Здесь можно и 17-летних найти. И вот мы с вами здесь были, как сторонние наблюдатели, а не участники. Это почему-то, что… Нет, я тоже на баррикаде стоял. Я тоже примажусь к этой слабе. Да. Я на тонком плане шаманин. Нет, шаманство – это одно. Но вообще в такие процессы нужно стараться, тем более членам каких-то оппозиционных движений партии, нужно не внушиться. Даже помните, здесь был момент, когда пришли пару человек и их попросили отсюда, что не политизируйте на все это. Это очень правильно. Да. Это очень правильно. Потому что оппозиция тоже свой дешевт хочет словить. Естественно, естественно. Сказать, что там мы там… Но в то же время, вот посмотрите, тут без сомнений здесь, конечно, властная составляющая сыграла решающую роль, что и здание было сохранено, и что ребятам дали возможность заниматься своим делом. Но и в то же время, по крайней мере, по моим наблюдениям, сторонним, ну не только сторонним, я вот прихожу здесь, общаюсь, в то же время, если ты обратил внимание, они и провластными не стали. Да. То есть они сумели сохранить свою независимость. Хотя вот есть в противовес можно привести тот же Ярад. Да. Ярад, вы знаете, принадлежит правой семье. Да, у меня, кстати, тоже были опасения, что они потихонечку, потихонечку их возьмут под себя, то есть вот это целое усилие. Разрешите выступить адвокатом дьявола. Пожалуйста. Все-таки на культуру обратили внимание и начали... Может быть, но я бы не сказал, что, например, вот эта община вышла из Ярада. Они сами по себе. Нет, но Ярад, он как бы все-таки... Зачем? Эти дети, они ходили совсем, это, маленькими были, Ярад на эти выставки. Все-таки я рад, используя административный ресурс, то есть огромный день приглашал, приглашал великих художников. Это немножко, да, я согласен. На этот момент есть все-таки, надо быть объективным. Нет, я здесь не пытаюсь. А то, что делают вот эти ребята, действительно, они абсолютно... Это андеграундная молодость. Тема придворного искусства, она всегда, вы знаете, она берет начало с Низаме. Низаме был, если так посмотреть, придворным поэтом. Но между нами... Писал для Шаха. Но между нами Тарковский тоже был придворным кинорежиссером, но при этом ему давали возможность... Ну, он был неким, да. Да, то есть это то же самое, как в 30-х сайковых Утесах, понимаете? Чтобы не отставаться от общемирового тренда, один какой-то ансамбль они держали. Вот помните, даже был Ждановый доклад, все эстрадные джазы в оркестре по всему СССР закрыли, но Утесовы не тронули. Ки для чего? Чтобы показать, что вот у нас тоже есть это. Хотя советская идеология джаз не признавала как музыкальный жанр, они считали это буржуазной музыкой. Но, тем не менее, один оркестр сохранили. То есть, я думаю, и вот здесь вот сейчас происходит. То есть, параллельно я радую, они дали возможность этим ребятам, чтобы в любой момент показать, что вот у нас независимое искусство, которое развивается, которое не под контролем государства. Ну и надо отдать им опять-таки должное, что они умудрились вот этот баланс удержать. Это очень тяжело. Хочешь, не хочешь, соблазны есть какие-то, крен можешь ждать там или туда, или же, вот как вы до этого отметили, какие-то оппозиционные силы попытаются тебя использовать. Или сюда, или сюда. Они молодцы, они. И это очень хороший пример. Потому что они еще глупые между нами. Ну, я бы не сказал, что они глупые, кстати, нет. Здесь я полностью не соглашусь. Не искушен. Вообще, слои цены не знают. Да, может быть. Насколько они могут продать. Вот какой у них есть богатый цены. Ну, опять-таки, мы богатки строим. Может быть, и попыток не было их купить. Может, и предложений не было. Да. Ну, опять-таки, любое искусство, которое не контролируется государством, оно со знаком плюс. Да. Оно со знаком плюс. Это абсолютно, да. То есть, видно, что здесь же есть жизнь. Здесь есть энергия. Пока, если вы обратите внимание, это все начиналось как киноциата. А сейчас мы видим, что здесь и ЛГБТ-сообщество уже собирается. Здесь и архитекторы, и художники. То есть, вот такое вот... Все, что было маргинализировано, вытянуто на обочину. Да, обочину собралось в обочине. То есть, да, все это... И вот здесь уже твоя тема больше, что мы какое-то, может быть, это сакральное, да, вот этот вот... Это архетипы, спящие духи, которые тоже, как бы, в том пространстве, в параллельном, да, в нижнем мире. Ну, скажем так, вот это какая-то такая... Вырвались. Да, вырвались и вот собрались в одну... Да, да, и через этих ребят они транслируют эту творческую силу. Но, кстати, мы забыли сказать, это место называется Салам-Синема, Малаканский дом. Малаканский. Малаканский морейный дом, который отстояли ребята. И у них нет, группа называется Салам-Синема. И главная тема прозвучала, что красота все-таки спасет мир. Мир, да. Да, и перекуем мечи на орала. И еще, что там... Что действительно можно не... А, когда говорят... Здесь много аллегорий можно привозить. Нет, там есть, когда говорят, поэты и пушки молчат. Что такое есть? Сама суть в том, что... Что можно его так протестовать. Да, посредством искусства, да, вот этот протест, он действенный. Да. Он действенный, он дает результаты. И он... И даже самые-самые великие диктаторы мира... Да, они вынуждены... Преклонялись перед поэтами. Да, даже если да. Даже Гитлер-Сталин, когда приходил талант, а не перед ним просто. История Сталина с Бургаком. Бургаком, Бургаком. Бургаком, Бургаком. То есть, это действительно... То есть, он его морально изводил, но не трогал до последнего. То же самое и с Пастернаком было. Горький. Пробил, но не убирал, не трогал, потому что где-то был очарован. Они на самом деле, они это не признают, вот все эти авторитарные лидеры, но они в душе, они чувствуют свою слабость вот перед... Да, перед этим. Это перед искусством, потому они и пытаются его купить все время, вот на протяжении веков, притянуть к себе. И вот ценность вот именно этого очага в том, что они сумели остаться независимыми. Давайте на сегодня... Еще один момент, говоря, естественно, о тоталитарном режиме ЗЭД, мы говорим о соседнем государстве, член партии украл, говорит, не в нашем районе. То есть, у нас, естественно, все прекрасно. Район вы имеете? В соседнем районе член партии украл невесту, не, жених украл члена партии. Из кавказской пленницы. То есть, откуда я, какая диктатура, миттатура, да, и да, просто... Не, ну, надо все называть своими словами, да. Пока народ разрешает, любое человеку власти будет, пока ему это разрешается, он будет, естественно, злоупотреблять. Согласись, что до появления Салаам Синемы, любое какое-то творческое волеизъявление было возможно только в стенах. Да, 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 да. А сейчас, после того, как они вот отстояли свою вот эту, скажем так, творческую независимость, обратите внимание, параллельно стали появляться какие-то рейв-клубы, и это все после них началось. Ну, это вообще, не после них, это до них было. То есть, это была общая тенденция, феномен, когда, как бы под асфальт не закатывали, вот есть такой феномен, что из асфальта всегда трава, нежная трава, она сильнее асфальта. Так что, да здравствует культура, сила. И свобода творчества. Да. Спасибо. Ну, вот, это здание, значит, бывший молельный, молоканский дом. Сейчас здесь тусовка, нет, не тусовка, а тусовка, сейчас здесь центр андеграунда молодежи, творчества. Смотрите, как красиво, да, здесь такое все винтажное такое. Ну, вот здесь, значит, был бывший радиоузел, здесь был связь со Смольным. Смольный, Смольный. Гражданская оборона, кстати, от коронавируса. Вот эти. А, и вот фотографии молокан. Вот сюда, давайте, повезем. Вот эта схема, значит, молоканского, вот этого молельного дома. Он построен в 1913 году. Община. Вот это их фотография. Тех молокан. Они сейчас в Австралии. И через австралийских духов они со мной связались. Вот флаг СССР. Вот эти флаги под окном. Вот. Сейчас здесь находится андеграундная молодежь. Дальше что здесь? Дальше наднесся от Кидает. Здесь не будет. Вот, вот так вот. Здесь проводятся семинары, перформансы, театры, представления. Сегодня праздник, подальщина год. Это меня сюда, когда здесь революционная анарко-синдикалистка-молодежь. Анарко-синдикалистка-молодежь-батун. Анарко-синдикалистка-молодежь-батун. Ах, вот красивый пейзаж. Здесь, если вот это убрать, то посмотрите, как здесь красиво это выглядит. Смотрите, прям картина Репина. Видите, Караваджо. В общем, вот так, да? То есть, это надо будет просто все отдельно снять про это место. Отдельный репортаж. А так, в принципе, вот так.